Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас не в гостях, а практически дома Светлана Арнольдовна Михайлова Лейнстрим. Она свой человек во многих сферах деятельности, а уж в журналистике, на телевидении, само собой. Добрый день, Светлана Арнольдовна! Здрасте, Иван Иванович! Я даже не знала, что так теперь уважительно представляют. Обычно мы говорим имя и фамилия, а тут Светлана Арнольдовна. Ну ладно, Иван Иванович, будем по имени-учеству. Но сегодня мы поговорим о внешкольном учреждении под названием Дворец детского творчества. Учреждение дополнительного образования Дворец детского творчества. Но вот я не открою Америки, если скажу, что успехи Департамента образования и подведомственных учреждений базируются, ну, как минимум, на двух китах. На внедрение новых, новаторских идей и на том, что эти учреждения свято чтут и продолжают старые традиции. И вот в этом синтезе заложен успех всего дела. Вот назовите примеры такого удачного синтеза. Деятельность наших общественных объединений, прежде всего, Союза детских организаций «Сеющие звезды», одним из учредителей которых был Иван Ситников. Это было давно, в 1991 году, тогда три смелых человека. Анатолий Николаевич Зубилин, у которого сегодня день рождения, сегодня 12 апреля. С чем мы поздравляем? Обязательно, Анатолий Николаевич, мы поздравляем. Второй человек, Иван Иванович Ситников, на тот момент, заместитель главы администрации... Председатель лисполкома еще тогда был, да, Геннадий Закерыч Каратаев был в этой должности, а Иван Ситников был заместителем. И третий человек, это был Валерий Васильевич Заря, который шел по линии партии, насколько я понимаю. И время было сложное. Конечно, Ванечка, ты сам бы лучше об этом рассказал, когда валялся Союз, когда все закрывалось, ликвидировалось и прекращало свою деятельность. В Сарове, в Арзамасе-16, тогда нашлись дальновидные люди, которые просчитали на много шагов вперед и сказали, нет, надо сохранять, надо... Пусть мы назовем по-другому, но пионерские традиции, законы, правила, систему воспитания, подхода нужно оставить. Да, мы уйдем от идеологии, от политики, но мы сохраним базу, на которой ценности, вот сейчас они становятся очень важными в приоритете, а тогда, кто о них думал сильно много? Наверное, не очень большое количество людей. Ну, короче говоря, тогда появился Союз Сеящей Звезды, и вот с тех пор мы, честно, и я в том числе, свято продолжаем делать то, что было когда-то заложено. И Маргарита Кондратина, и Буйкот, царство небесное уже, да, человеку, который воспитал не одно поколение вожатых саровских. Из этих вожатых выросли потом прекрасные педагоги, и руководители, и просто очень хорошие люди, потому что ценности, заложенные в них, и основы, они были вечные, чушь говорить. И сейчас вот у нас, как пример приведу продолжение традиций пионерских, это особенно в мае две даты, 9 мая и 19 мая. Тоже традиции. Безусловно, людям старшего поколения не нужно говорить, что такое 19 мая, ну уж про 9 мая День Победы знают все, от малого до велика, и День Пионерии. Каким образом мы участвуем в этих очень важных для нас праздниках? По-разному. День Победы – это наш вклад для других, для города. 19 мая – это мы для себя, для новичков пионерской организации, детской организации, для тех, кто целый год хорошо работал, активничал, и сейчас заслужил какое-то поощрение. И это было же всегда, и в пионерские годы, когда были правофланговые дружины, когда были лучшие пионеры, значки особенные были у этих детей. Ну и 9 мая, в День Победы, тоже пионеры были всегда очень активными. У нас существенно обновился сводный отряд барабанщиков, у нас новый командир отряда в этом году, Виктория Романова, восьмиклассница из Дружины Радуга, из старой гимназии. И ребята очень готовятся к 9 мая. Сейчас вот середина, ну, считай, первой декады апреля, у них программа и на выступления на площади, и на митинги по приемам пионеров уже готова. Это разные программы немножко, по хронометражу, по содержанию. Но что я могу сказать? Костюмы будут те же, барабаны те же, марши новые, композиционные решения новые, лица новые появляются там, половина детей у нас новых добавляется. Это важный момент, потому что нужно же все отрегулировать, отрепетировать, чтобы было все слажено, чтобы движения были одинаковые. Они постоянно готовятся, репетируют. Я надеюсь, что это будет хорошо. По-прежнему у нас пойдут в знаменных группах знамя 30-х годов, 70-х и знамя «Союз сияющей звезды». Дальше пойдут знаменные группы, дружин и ребята с фотографиями пионеров-героев. Это остается. Надеюсь, что мы в этом году пройдем так же, как и в прошлом году, с площади Ленина до Вечного огня. Это марширует длиннее, чем до дворца. Он сложнее, потому что ребята идут с салютами. Это не каждый взрослый выдерживает. А тут нужно держать и осанку, мальчикам нужно нести знамена, девочкам держать салюты, а барабанщикам играть всю дорогу марши. И потом там же у нас будет второе выступление с минутой молчания, с коленопреклонением. Вот это вот мы все готовим. Плюс у нас будет в этом году три городских митинга по приему в пионеры. 600 с лишним ребятишек у нас, третиклассников и несколько четвероклассников вступают в «Редеса и усеющие звезды». Митинги будут 6 и 7 мая и на улице Юности около Камня, и на проспекте Мира около Стелла 40-летия, и около Вечного огня. Как обычно, три наши ключевые точки. Это утренние будут часы, когда ребята будут вступать в пионеры. Ну и сейчас вот мы проводили к 9 мая традиционные уже конкурсы. Записывали стихи и прозу о войне и мире. Это ролики, видеоролики. И 79 лучших работ были переданы, в частности, на канал 16 для трансляции. А рисунки, которые ребята делали, шестой же городской конкурс «Память поколений», из них 20 лучших работ я отнесла в департамент культуры и искусства, чтобы там выбрали из этих рисунков какие-то для изготовления открыток. Текст подготовили активисты Детской палаты «Галактика» «Союз Сидящей Звезды». Текст, я надеюсь, одобрят люди, которым его нужно подписать. Это глава города, представитель городской думы, возможно, директор ядерного центра. Я не знаю, как в этом году, кто будет подписывать эту открытку. Но ребята очень старались. Они душу вложили в этот текст, когда мы его формулировали вместе. Волновались, очень хотели, чтобы их слова были проникновенные, искренние очень. Красные дни календаря вы отмечаете всегда и с большим размахом. Да. Знаешь, что нет? Костра нет. А, ну... Вот это наша беда и боль, потому что те, кто еще помнит, как первый рассвет, когда он начинался с маленьких костров, а заканчивался большим общим костром, это были незабываемые вообще ощущения, эмоции и все. Сейчас нет костра, праздник у нас называется «Первого рассвета». Да вот не так давно, по-моему, в 16-м году на базе, в «Березке». Мы на свой страх и риск зажгли большой костюм. Рядом стояли работники пожарной охраны, вода, сотрудники, бдили. Ну, это потому что тогда директором «Березки» был Иван Ситников, и он взял на себя вот эту ответственность. Ну, действительно, ну как же без этого? А сейчас не получается. А вот такой вопрос еще, вот я буду сокращенно называть. А чем наша Саровская ДДТ отличается, допустим, от аналогичных учреждений Нижегородской области? Я не могу говорить за всю область, потому что я не настолько хорошо владею информацией по специфике этих учреждений, но я могу сказать по городу. Дворец детского творчества, это, как мы везде, в отчетах, во всех наших релизах пишем, одно из старейших учреждений дополнительного образования Сарова. В следующем году дворцу исполняется 70 лет. Опять круглые даты. Да, мы уже начали к ней подготовку и рубрики уже введем дворцу 70. Значит, одно из старейших. Дальше, это одно из наиболее крупных по численности детей учреждений дополнительного образования, в котором есть все шесть направленностей, шесть. И вот это наша особенность. Ну плюс еще, наверное, то, что мы опорный центр по профориентации. То, что во дворце базируется союз сияющей звезды. Раньше еще был союз старшеклассников статус, но сейчас это произошла некая трансформация, и старшеклассники, они активны в движении первых. И движение первых тоже у нас проводят свои советы, заседания. У нас же работает и куратор совета юниоров Росатома. И все, что касается проведения муниципальных этапов по линии или школы Росатома, слава созидателей вот этого конкурса, это все тоже ложится на мощные плечи сотрудников дворца, потому что здесь есть и знания, и компетенции, и опыт, ну и, наверное, уже мы какой-то авторитет тоже. Конечно. А вот еще такой вопрос. Взгляд изнутри. Как считаешь, сложнее стало работать с детьми 21 века, чем с ребятишками 20 века? Однозначно. И в чем? Сейчас детки, к сожалению, очень зависят от гаджетов, от телефонов. У них клиповое восприятие жизни. Сложно удержать их внимание на длительное время. Если раньше у детей, вот я помню, когда я в 80-е годы работала старше вожатой в загородном лагере, и у нас у детей была одна из любимых форм, это такое обсуждение фильмов после совместного просмотра. Причем, мы же смотрели полнометражные фильмы, не короткометражские, когда 15-20 минут, да, так вот пум-пум-пум нарезкой пошло, а нормальные, полноценные фильмы. И потом мы с ребятами разговаривали. И разговоры были тоже не 5 минут, не короткие. Они это очень любили. Они были, дети более спортивные, физические, выносливые, потому что ничто не стоило в 4 утра 22 июня встать и пойти за 6 километров в памятнику погибшим бойцам и вот эту трагическую дату в истории страны вспомнить таким образом, да, зарницы, когда проводили, они носились целый день по лесу, возвращались, говорили, еще готово, еще готово. А сейчас ребенок, вот он поиграл на уроке физкультуры, в баскетбол 15 минут, пришел во дворец и знает, куда бы ему приложиться, что случилось? Я устал, я в баскетбол играл. Ну вот, и физически слабее ребятишки, книжек мало читают, в телефонах торчат, и вот это вот быстро-быстро-быстро-быстро им надо, у них переключается внимание, главное, влетело, вылетело, забыл, вот это меня больше всего удручает. Если отмотать пленку назад в наше недалекое прошлое, какие сюжеты, моменты, вехи, не обязательно в образовательной сфере, а вообще в твоей разноплановой работе помнятся до сих пор? Вот, заселы... Мы сейчас говорим не про дворец детского творчества, а про мою жизнь. Да, обо всем. И про жизнь в Сарове. Совершенно верно, да. Потому что до Сарова у меня были другие города, и я не хотела бы там, сейчас, просто я туда уйду, это вообще никому не интересно. Нет, про Саров, вот и не обязательно вот именно вот в этой сфере, а вообще в жизни, в разноплановой твоей работе. Наверное, самое яркое, это в период работы Саров в бизнес-банке и в банке гарантии, когда Нижний Саров, вот я работала на два города, те социальные проекты, которые мы делали совместно с нашими клиентами, они тоже касались детей и ветеранов. К Дню защиты детей мы проводили аукционы рисунков, сделанных руками юных художников из детских домов. Я это тоже помню. И дети сами свои работы представляли и деньги, которые мы выручали на этих аукционах, а проводили аукцион на Большой Покровской около кинотеатра «Октябрь», и деньги получали эти художники, они могли купить то, что захотят. Кто-то покупал кисточки, краски, то, что им для работы, а кто-то, вот я просто помню эти моменты, ребенок говорил, а я хочу скейт купить. У меня никогда его не было и, наверное, никогда не будет. Вот если мне хватит денег, я куплю себе скейт. Ну, в общем, вот это было очень сильное. И для ветеранов то, что мы делали тоже около кинотеатра «Октябрь», с полевой кухней, с концертами, с фильмами, это очень было значимо для жителей Нижнего Новгорода. И это было новое? Это было новое. В Нижнем ни один из банков такой не практиковал в тот момент. Если говорить про Саров, то, безусловно, это два события, наверное, многие соровчане их еще помнят. Это 2009-2011 год, 55-летие статуса города Сарова, когда был присвоен с 54-го до 2009-го. И потом, через два года мы отмечали 320-летие Сарова. Да. Да. И, во-первых, очень много появилось новых объектов. Я напомню тогда музыкальный фонтан в театральном сквере. Тогда мы открывали бассейн «Дельфин», обновленный, две чаши, в котором появилось. Различные объекты культуры были к этому моменту капитально отремонтированы, либо, в общем, сделаны так, что не стыдно туда прийти и заниматься, и комфортно, и везде. По-моему, тот же юниор был. Зал акробатики? Да. Зал акробатики, да. Фестиваль кузнецов, который был на 320-летие, появился, значит, на 55-летие города мы поставили флюгерное дерево с мостиком, а уже через два года там появился вот этот вот флагшток, ну, как сказать, ну, наверное, флагшток, нет? Ну, короче, гнездо с аистами появилось, кузнецы его сковали, они прямо там на глазах у жителей это делали, и вот эта композиция завершенная, то есть, когда молодожены проходят мостик, они выбирают какие-то свои пути жизненные, а дальше вот эта вот семейная продолжается радость, когда аисты приносят... И появилась новая традиция. Появилась новая традиция и новый мостик к тем существующим уже в Сарове, которые у нас есть в день свадьбы обойти семь мостов. Кстати, по поводу цифр, сейчас некоторые СМИ публикуют, что к 75-летию Сарова там что-то объявлено, я никак не могу понять, с какого момента считают вообще. 70 лет статусу города в этом году. То ли арифметическая ошибка, то ли где-то нолик с пятеркой перепутали, ну, короче, 70 лет с 54-го по 2024-й тут считается очень легко. А я вот помню, как серьезно подходили круглые дачи основания Сарова. Тогда дали поручение историкам, которые откопали документы 1691 год. Потом эта цифра появилась на рекламных баннерах, чтобы люди знали, ведь у каждого города есть свой день рождения. Новый год может отмечать 4 дня рождения, но вот та первая дата была серьезно обоснована, и я помню вот эти события 320 лет, а потом потихонечку что-то все сошло. Ну, да, как-то... Так вот, у меня следующий вопрос вытекает. Жизнь не бывает окрашена в светло-розовые тона. Какие планы в работе были, но им не суждено было сбыться, и что нужно для того, чтобы они сбылись? Мы сейчас говорим о моей работе методиста Дворца Детского Творчества? Нет, обо всей работе где-то только не служила. Ну, тогда это единственное, наверное, что у меня не сбылось, это до моего приезда в Саров, потому что я тогда работала в Государственном Латическом институте имени Вавилова в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда еще, и была старшивожатой своего любимого «Востока-2», это лагерь наш от предприятия. И, имея техническое образование, Ленинградский институт точной механики и оптики, я хотела получать второе высшее педагогическое образование. И меня уже зачислили в Ленинградский университет, на факультет психологии, и я могла отучиться там, у меня было направление от предприятия, у меня уже были документы на руках, что с сентября я могу приступить к учебе, но в сентябре того года я вышла замуж за Алексея Михайлова и Михаила Сару. И этому моему плану так и не суждено было сбыться, хотя потом я получила образование и по журналистике, и по пиару, и как методист дополнительного образования, но вот того университетского не сложилось. А у меня еще один вопрос. Какие мечты у Светланы Арнольдовны как у методиста Дворца детского творчества, и вторая часть как у человека и гражданина? Вот одни мечты там, другие мечты может быть даже по масштабнее. Вот какие мечты? Опять же, я говорю только срой. Можно я начну с мечтаний как у человека и гражданина? Чтобы быстрее закончилась война, и чтобы эта Пасха была победная. Как в пророчестве одного из старцев в Крыму он сказал, первая Пасха будет кровавая, вторая голодная, а третья победная. Это он в 22-м году сказал, когда спецоперация началась. И я с такой надеждой каждый день вспоминаю вот эти пророческие слова, и я жду того дня, когда я прочитаю «Ура! Безоговорочная капитуляция! Мы победили!» Хорошее пожелание. Это вот моя мечта. А как методиста мечта, ну, во-первых, чтобы нам костры разрешили такие, наконец, на 19 мая. Во-вторых, чтобы ребята, вступающие в пионеры, были все-таки чуть серьезнее, чуть ответственнее, с пониманием, осознанно принимали решение. Не потому, что им хочется один день в году встать ни свет ни заря и куда-то сбегать на лыжную базу, а потому, что они хотят быть лучшими, первыми, чтобы быть примером. Пока это единицы, а в основном идет больше игры, нежели ответственности и сознание. И еще я надеюсь, я об этом мечтаю, что те школьники уже, ну, средние и старшие классы, которые у меня занимаются журналистикой, будут писать, снимать репортажи, записывать программы на радио и на телевидении и делать это с увлечением, с интересом, и они будут известными в этой сфере. Не получать высшее образование по журналистике, потому что журналистика должно быть второе образование, на мой взгляд. Первое техническое. Вот это мое глубокое убеждение и жизненная практика, и опыт, я всем детям говорю, первое техническое. Вас научат мыслить, структурировать, логику выстраивать, алгоритм просчитывать. А дальше уже любите русский язык, пишите, говорите на нем так, чтобы вас было интересно читать и слушать, и становитесь профессионалами. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии была Светлана Арнольдовна Михаила Валинстрим, и мы всегда ждем ее на новые встречи. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали.